Поскольку сегодня на календаре уже 4 марта, и до 8 мы с вами не увидимся, я заранее поздравляю прекрасную половину человечества с 8 марта. Следите за обновлениями на нашем сайте, там наверняка что-то появится. А помимо этого, купил вертушку, получи пластиночку в подарок. Подробности тоже по ссылке в описании, а мы к новостям. Вдохновляться моделями из прошлого – это уже своего рода тренд для производителей. Причем не первый год. Уже на этой неделе мы выпустим обзор новых сэндвичей от Лик. Но сейчас не о них. Инженеры Ворф Дейл вдохновились моделью Дентон 3. И нет ничего удивительного, если вы о ней ничего не слышали. Она 71 года выпуска. Так вот, сейчас в производство запущены новые мониторы СУПЕРДЕНТОН. Трехполосная конструкция унаследована от оригинальной модели – 16,5 см басовики с кевлара, а среднечастотник позаимствовали уже у известной нам модели ЭВА-4. По заверению производителя, финишная настройка производилась при помощи слуховых тестов и заняла аж тысячу часов. В Великобритании продажи стартуют уже сегодня, 4-го числа. А значит, скоро и до нас доберутся. Цена в Британии от 1000 фунтов. Еще одна новость с приставкой СУПЕР. И снова из Соединенного Королевства. СУПЕРТВИТЕР СУПЕРТРЕКС. От шотландцев из Файн Аудио. Который призван улучшить передачу пространственной информации и расширить диапазон частот. Разумеется, максимально оптимизирован он для работы с фирменными драйверами изофлэр. Но, по заверению шотландцев, может быть использован и в других системах. Представляет из себя новинка 25-мм купол. Из нескольких слоев углеволокна со специальным отражателем. Который обеспечивает круговую диаграмму направленности. Позвольте, мне нужно кое-что выяснить. По имеющимся у меня сведениям... Я не знал. Ленка. Бренд, который на слуху в последнее время благодаря недорогим вертушкам. Неожиданно выпускают беспроводные полноразмерные наушники. HPB 830GY. Заявленный ценник меньше 100 долларов. За эти деньги они умудрились поместить внутрь шумодав. Хотя, подозреваю, что весьма посредственный. И аккумулятор на 60 часов автономной работы. А вот на заглушке для болтиков, видимо, уже не хватило. Вопрос, хватило ли на звук, остается открытым до тестов. Кроме того, производитель заявляет, что они экофрендли. Как сейчас модно говорить. Потому что их корпуса выполнены из переработанного пластика и, внимание... Соломы. Сдается мне, что обидное выражение из говна и палок скоро станет экофрендли комплиментом. В остальном, вполне стандартный набор для недорогих наушников. 40-мм драйверы, диапазон 20-20, по кодекам информации не нашел даже в инструкции. Но вряд ли стоит рассчитывать на что-то большее, чем SBC и AAC. И если вам показалось, что я как-то скептически настроен к этой модели, вовсе нет. Просто конкуренция в этом ценовом сегменте очень высокая. И пока у меня нет понимания, за счет чего они хотят выиграть эту битву. И хотят ли вообще. Хотя, кто знает, вдруг они удивят нас своим звучанием. Всего пара месяцев прошло с мировой премьерой топовых магнат 999. И вот первая партия уже в России. Уже жду не дождусь встречи с ними, потому что мне кажется, что фото не передает всей эстетики этих башен. Разная фактура материала в черном цвете, новые трехслойные динамики из алюминия, магния и керамики. А еще три твиттера, благодаря которым образ колонок становится абсолютно узнаваемым. Как-то это похоже на рекламу. А давай попробуем. Строгий дизайн. Фирменные трехслойные динамики. Инновационный высокочастотный модуль. И непередаваемое наслаждение от прослушивания. Все это магнат Сигнача 999. Жаль нам за это не платят. Другое дело. Продолжаем. Но если серьезно, магнат одна из тех фирм, которая несмотря на свой авторитет и громкое имя продолжает работать и выпускать достойные модели во всех ценовых категориях. И это как минимум заслуживает уважения и что логично находит отклик у аудитории. И я это говорю абсолютно искренне. Да не благодари. Ладно. Чего интересного появилось в наших салонах за последнее время. Целый сетап от итальянцев из аудиоаналог на Новинском бульваре. Новые 703-е Bowers & Wilkins на лесной. В Казань приехали красивейшие полочники от Davis Acoustics Olympia. Свежее поступление музыкальных систем от Name в Красноярске. В Перми напольники от Kev R-серии 7. В Самаре портативная акустика от Harman Kardon. Мы уже говорили, что Дали вернулись. Так вот, один из самых красивых саундбаров на рынке Catch One в Санкт-Петербурге. И супер лакшери красивые Bowers & Wilkins в цвете Royal Burgundy. К розыгрышам. Пластинку Beatles из предыдущего выпуска новостей получает вот этот подписчик. Поздравляем. А 1 марта 1963 года в городе, название которого выговорить я не в силах, в общем где-то в ФРГ, родился Томас Андерс. Немецкий поп-певец, музыкант, актер. Известный нам в первую очередь по группе... Мудрами Токенега. Их-то пластинку мы и разыгрываем в этом выпуске. Все, что нужно сделать, оставить лайк, подписаться на наш канал и написать любой комментарий под этим видео. А на сегодня новости все. Удачной вам рабочей недели. Всем хай-фай. Субтитры подогнал «Симон»